В Ульяновске ликвидируют последствия аварии с водоводом в железнодорожном районе. Порыв сетей, который произошел 19 августа в районе поселка Тути, повлек за собой последствия. Перепады давления дали о себе знать. Вечером 23 августа были обнаружены две утечки на водной магистрали в районе улицы Локомотивной. Местные коммунальщики решили построить вторые дюкерные, то есть подводные 200-метровые коммуникации, расположенные под Свиягой. В 5.30 утра водоснабжение было восстановлено. Эти два порыва привели к тому, что у нас резко упал уровень воды в магистральном основном резервуаре. Поэтому были вынуждены работники водоканала снизить подающее давление с 3,5 атмосферы до 1 атмосферы. А это уровень первого, максимум второго этажа. На данный момент вода доходит до всех этажей. Если не прорвет еще раз, то жители не будут испытывать подобных неудобств, утверждает глава города. Сейчас работы ведутся в районе железнодорожного моста на переулке Тургенева. На место работ утром приехал глава региона. Алексей Русских дал указание чиновникам. С момента первой аварии прошло несколько дней. Людям этот неприятный период запомнится надолго. Ульяновцы спасались, как могли. Словно жители засушливой саванны, люди стояли в очередях у родников и колонок. Некоторые бежали в область к родственникам. Муниципалы поставляли во дворы Киндяковки техническую воду для бытовых нужд. Мы из родника привозили родственники. Такой водой я не пользовалась. Это техническая вода, да? Выехали за город. И там как, частный дом у вас? Да. За 70 километров в область уехали. То есть, чтобы найти воду, пришлось вот 70 километров отмотать? Да. А сегодня вот дали как-то воду вам? Сказали, дали. Сейчас зайдем, проверим. Если воды нет, уедем дальше. Авария произошла из-за просадки грунта и оползня. Все-таки эти оползневые явления были связаны с излишними нагрузками, которые производят там некоторые компании завозом грунта, водоохранную зону. По мнению Дмитрия Урусова, усугубить ситуацию могла и неисправная работа дренажных систем, расположенных рядом с железной дорогой. На данный момент проводится работа по укреплению насыпи щебня. Дюкерный водовод послужит временным сооружением. Все лопнувшие коммуникации будут полностью перестраивать в этом году. Виктория Черкова, Александра Никитина, Юрий Ломатов, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.